здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут инна кронвальд и сегодня мы с вами погрузимся в мир ароматов фаберлик узнаем как сделать правильный выбор как носить и как наносить аромат когда мы душимся духи проникают в нас они оседают в нас и постепенно становятся частью нас самих говорят во франции женщины тратят на духе больше чем государство на армию но у них и побед больше обоняние первые из чувств возникших у человека в процессе эволюции его центра находится в самой древней рептилийной части головного мозга которые отвечают за эмоции и сексуальное поведение вот почему ароматы способны управлять нашими эмоциями и настроением в коллекции фаберлик более 50 ароматов и каждый из них произведение искусства историки до сих пор спорят откуда же пошло искусство составления духов доподлинно известно что все современные направления мы получили от египтян ароматы это своеобразные визитные карточки легко запоминающиеся и вызывающие в нашей памяти события и образы в разное время духи считались то любовным эликсиром то предметом роскоши то маркером социального статуса сегодня ароматы это неотъемлемая часть нашей жизни невидимый аксессуар который помогает выразить нашу индивидуальность и наши мира ощущения создание ароматов было и остается таинством искусством доступным немногим чтобы овладеть им требуется более десяти лет настоящее время в мире насчитывается всего 150 парфюмеров 50 из которых живут на родине духов во франции грассе создание нового аромата это глубокие фундаментальные знания плюс огромное творческое воображение придумав духи создатель записывает по памяти название душистых веществ и их пропорции таким образом искусство создания аромата это воображение готовых духов которые придумывает мастер запись их состава в виде формулы и уже непосредственной реализации формулы в конце 19 века столицей парфюмерии является грас здесь происходит событие знаменитого романа парфюмер ремесло передавалось от отца к сыну школа парфюмеров существует и сейчас но профессионалами и мастерами становятся единицы давайте познакомимся с нашими парфюмерами bertrand de chauffeur самый модный парфюмер создающий невероятно оригинальные ароматы пьер бурдон знаменитый парфюмер современности маэстро фаберлик тома фонтен каждыми своими духами рассказывает историю с помощью ароматов эти истории сложны и многогранные и подобно захватывающему сюжету разворачиваются во времени тома применяет 200 300 компонентов для создания каждого своего произведения нежла барбир известный французский парфюмер входящий в десятку лучших парфюмеров мира для фаберлик разработала самый известный аромат свадебный пурту жур минцент шалер известный французский парфюмер которому доверяют создавать ароматы самые современные бренды его личный почерк в работе это научный подход к созданию ароматов динамичность и ультрамодный стиль или с ирменидис автор ароматов бестселлеров для victoria's secret фирменного аромата гуччи большого количества классических и современных работ для дживенши и других известных брендов дельфин лёба автор десятка великолепных ароматов для фенди бруно-банани дживенши пума и других мы все разные и поэтому парфюмеры в конце 20 века ввели четкую универсальную классификацию по типам ароматов по типам видом и основным ароматным нотам по типам подразделение идет на женскую парфюмерию мужскую и парфюмерию не секс по видам это туалетная вода парфюмированная вода и духи об этом мы с вами поговорим чуть позже и сейчас поговорим об основных ароматных нотах большинство духов не оставляют следов на одежде и кроме главного компонента спирта в них присутствуют эфирные масла и ароматические отдушки масла можно получить не из всего и стоят они очень дорого натуральное происхождение имеют масла из лимона апельсина ванили корицы искусственное происхождение все что угодно самые известные химические ноты это цветы конечно же чем больше в парфюме масел тем он дороже и если вы ищете лучшее соотношение цена и качество то следует выбирать парфюмированную воду масла бывают трех видов в зависимости от своего предназначения значит к верхней ноте это голова аромата мы слышим ее в первые 5-10 минут после того как попробовали аромат это первое впечатление о композиции и первые наши ощущения по этим ощущениям мы решаем нравится нам этот аромат или нет к этим нотам относятся масла которые можно унюхать в первые минуты использования самые легкие масла это цитрусовые это апельсин грейпфрут лайм лимон мелиса мята полынь много очень масел и рассмотрим следующую ноту ноту сердца она ощутимо как сказать с 20 по 60 минуту использования ароматов она создается из масел потяжелее таких как розы герань жасмин гвоздика к основной ноте это нота шлейф как бы напоминание об аромате она слышно до 6 8 часов после первого использования сюда относятся масла на которых базируются ароматы это ваниль сандал мира ладан гвоздичное дерево мох кедр пачули и мы подошли с вами к следующему классификации ароматов давайте рассмотрим семейство ароматных нот бывают они свежие которым относятся цитрусовые зеленые водные цветочные фруктовые древесные и кожаные пряные шипровые и фужерные мускусные давайте рассмотрим цитрусовое семейство которым относятся некоторые ароматы фаберлик из цитрусовых можно получить аромат тремя путями во первых это яркое и выразительное по звучанию эфирное масло из цедры во вторых это масло из веток именуемая пятигрейн и также можно получить масло из цветов цитрусовых называющийся флёрд оранжа потом из которого дистилляции делают на роли так что в основу духов ложатся эфирные масла сделанные из цедры коры и цветов цитрусовых лимона апельсина лайма бергамота и так далее это семейство еще называют гисперидным в честь гисперид нимф хранительниц золотых яблок вечной молодости другими словами апельсинов это общая обширная очень группа к ним относятся родоначальники современной парфюмерии одеколоны когда-то они производились в монастырях и использовались как лекарство существует легенда что однажды в монастырь приехал купец из кельна который соблазнил монахиню и она влюбившись в этого купца рассказала ему рецепт волшебной воды которые монахини использовали в лечебных целях лечили мигрень и эта волшебная вода прекрасно пахла она рассказала рецепт после чего кельнский купец уехал и у себя уже на родине запустил в масштабное производство волшебную воду которую впоследствии назвали одеколоном этот одеколон известен нам по сей день и так яркие представители этого направления компании фаберлик это ароматы донна феличи женский аромат в котором звучат ярко сицилийские цитрусы также в аромате порту жур очень деликатно звучит fleur d'orange в обравлении зеленых нот аромат цельсиус очень свежий можно сказать леденящий вместе с нотами лайма в нем соседствуют ноты мяты таким образом он напоминает ледяное мохито рассмотрим цветочное семейство ароматы с цветочным акцентом женственные элегантны и романтичны к этой группе относятся юдашкин роз юдашкин голд шато де лаур бьюти кафе каприз это самая большая и популярная категория ароматов как уже понятно из названия к ним относятся духи с цветочными маслами роза жасмин в некоторых фиалкам чуть больше десятка цветов отдают свои масла естественным образом и остальные масла цветочные это синтетика тысячи цветочных нот фаворитов рождаются в химических лабораториях далее фруктового семейства к нему относятся женский инкогнито в этой группе первую скрипку играют ароматы фруктов персики яблоки груши дыня арбуз и все ягоды звучание этих нот позитивное яркое сочное вкусное в основном это фруктовые ароматы являются синтетическими исключение составляют почки черной смородины но они по ботанические оценки не фрукты не ягоды все остальные ароматы стопроцентное достижение высокой химической технологии древесное семейство это мужской инкогнито очень жизнеутверждающий теплые смолистые уютные придающие элегантность ароматы считается что избыток избыток древесных нот придают парфюм мускулистый характер мужественность маркеры древесных ароматов кедр пачули мускус хвойные ноты хотя хотя пачули не является деревом но у парфюмерии свои законы восточное семейство ароматов это ароматы с нотами ладоника лабданума пряными пудровыми ванильными и животными акцентами к восточным можно отнести также и гурманские ароматы это такие как пондор и бонбон черри которые последнее время часто выделяют в отдельные семейства давайте поговорим о том как же подобрать аромат как его наносить значит если вы собираетесь приобрести для себя какой-то новый аромат это выливается в большую задачу это одновременно и приятное и сложное занятие в массе ароматов присутствующих в магазине сложно определиться с теми ароматами которые нам нравятся и здесь совершенно не стоит ориентироваться на известные бренды или широко разрекламированные новинки лучше довериться собственным ощущениям и как правило по своему опыту могу сказать что если я приобретаю ароматы в магазине я не могу определиться с покупкой с первого раза то есть приходится несколько раз возвращаться в магазин чтобы уже окончательно понять какой аромат твой и какой аромат будет приятен по ощущениям уже дальнейшем долгое время итак как же найти свой аромат во первых отправляясь за покупкой аромата нельзя наносить аромат на себя то есть не не душитесь иначе вы не сможете почувствовать другой аромат в полном виде в представленном в том чистом виде в котором он звучит из множества ароматов выбрать именно свой это непростая задача даже лучше прихватить с собой горсть кофейных зерен чтобы этот запах перебивал запах ароматов и также парфюмеры вообще в принципе не советуют пробовать более двух-трех ароматов за один раз именно поэтому приходится возвращаться в магазин снова и снова оказывается выбор духов еще зависит и от типа кожи и цвета волос у темноволосых женщин как правило кожа более жирная и она более долго задерживать на себе аромат нежели у женщин со светлыми волосами у блондинок у них кожа более сухая с которой ароматы более быстро улетучиваются и соответственно женщинам с темными волосами больше подойдут пряные сладковатые ароматы а женщинам блондинкам больше подойдут свежие цветочные ароматы опять же это все индивидуальные и разным женщинам нравятся разные ароматы поэтому выбираем тщательно далее помним о трех заветных нотах для первого знакомства с ароматом лучше капнуть немного духов на бумажную полоску тестер и вторую каплю нанести на запястье смотрите очень важно нельзя делать вот так женщины часто я просто вижу да когда мы показываем ароматы фаберлик очень часто женщины нанося себе аромат вот так на пульс делают такое движение как бы растирая этот аромат так делать категорически нельзя потому что мы таким образом как бы закрываем его и аромат может изменить свою структуру и уже становится совершенно другим потому что у нас у всех разная кожа опять же возвращаясь у нас у всех по-разному ложится аромат либо жирная кожа либо сухая от этого зависит и длительность аромата и в то же время наши ощущения также другие разные у всех не спешите с покупкой возьмите с собой вот этот бумажный тестер и попробуйте его в течение разного времени аромат будет меняться на тестере и возможно то что вам понравилось в первые моменты вам не понравится спустя несколько часов то есть аромат будет звучать уже иначе несколько раз сама я столкнулась с такой ситуацией когда прихожу точно знаю что мне надо наношу на тестер аромат и потом понимаю в течение дня что это совсем не тот аромат который я хотела то есть изначально ноты они звучат очень интересно волнующе и потом это уже совсем другая история можно также капнуть немного духов на носовой платок потому что ткань имеет другое свойство отдачи запаха то есть даже сравнивая тестерную полоску и носовой платок в течение дня ароматы могут отличаться далее ароматы должны парфюмеры даже советуют что ароматы должны быть под настроение под разные случаи жизни и на самом деле это так потому что бывает так что сегодня мне нравится один аромат и мне очень нравятся свежие ноты завтра я встала с другой ноги и открыла что мне сегодня нужен сладкий аромат поэтому наверное как у каждой женщины должно быть несколько ароматов из которых можно выбрать именно под настроение также очень важно что в утренние часы используют в основном свежие ароматы для делового общения для работы такие более подходящие ситуации ароматы сладкие амбровые лучше использовать во второй половине дня для свиданий или походов в театр каких-то романтических встреч далее обязательно смотрим состав для того чтобы оценить содержание эфирных масел стойкость и богатство ароматов зависит от содержания таким образом духи содержат от 15 до 40 процентов эфирных масел парфюмированная вода около 15 процентов и туалетная вода 10 процентов ну и соответственно держаться ароматы будут в соответствии с содержанием этих эфирных масел духи держатся дольше чем парфюмированная и туалетная вода как наносить и как носить аромат специалисты рекомендуют множество разнообразных способов нанесения на тело парфюма самый эффективный из них проверенные временем это нанесение на точки пульсации это запястья за ушами шея грудь сгибы локтей и сгибы коленей температура на точках пульсации температура тела немного выше и поэтому ароматы испаряются более интенсивно с этих точек лучшее место для парфюмированной воды это волосы но только если они чистые если жир и грязь накапливаются на волосах и кожи головы и они усиливают аромат уже немного с другим оттенком то есть они искажают его и возможно вы замечали что аромат аромат во флаконе имеет один запах а на волосах совершенно другой то есть необходимо иметь обязательно чистые волосы если вы распространяете аромат на голову и нежелательно распылять аромат на чересчур сухие и ломкие волосы распыляя духи надо быть осторожным с драгоценностями духи могут повредить драгоценные камни жемчуг янтарь блеск может поникнуть поэтому сначала лучше нанести аромат а потом уже одевать драгоценности не все так просто и с распылением ароматов на одежду на ткани наносить парфюмированную воду можно предварительно проверив не оставляет ли она следов или пятен наиболее дружественные парфюмированной воде это мех и шерсть а синтетические ткани могут также исказить аромат и от вас будет благоухать совершенно иным запахом нежелательно наносить парфюмы на вечерние наряды так как в основном они как раз состоят из синтетических тканей и лучше это если это вечерний наряд то лучше наносить все таки аромат на точки пульсации аромат всегда движется снизу вверх например если вы нанесете аромат только за ушами или если мужчина например воспользовался только средством после бритья то аромат очень быстро исчезнет так как поднимается вверх поэтому аромат можно обновлять каждые 3-4 часа и тем у кого кожа сухая обновлять можно более часто также хочу сказать возможно вы бывали в таких ситуациях когда в вашем окружении попался сильно ароматный человек то есть использовавший парфюм очень интенсивно так вот у каждого человека есть личный ароматный круг и его радиус примерно равен вытянутой руки то есть вокруг вас на расстоянии вытянутой руки только в этом личном круге должен ощущаться аромат окружающие не должны чувствовать его если они не входят в ваш личный круг таковы правила хорошего тона бывали ситуации в моей жизни что находясь в одном кабинете или в одном автобусе в вагоне метро в автомобиле просто невозможно находиться и ощущать запах потому что человек воспринимает в принципе не все запахи так же как мы выбираем в магазине ароматы какие-то ароматы нам нравятся какие-то не нравятся и когда вот человек с неприятным нам ну не то что с неприятным а с тем запахом который бы мы на себя не применили интенсивно благоухает рядом то конечно воспринимать этот аромат тяжело у кого-то болит голова у кого-то портится настроение поэтому следуйте правилам хорошего тона и помните о личном ароматном круге духи это самая короткая дорога между женщиной и всем миром откроем себе дорогу с ароматами фаберлик и так же